Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Эти заметки на странице сестринской записной книжки чуть позже станут одним из самых страшных свидетельств событий Великой Отечественной. Зарапая бумагу карандашным грифелем, их делала 11-летняя Таня Савичева, девочка из совершенно обычной советской семьи. Голод по очереди уносил всех родных юной Тани. Спустя три года не стала и ее самой. Ее дневник, он стал как бы вот прообразом блокады. Более того, он стал одним из обвинительных актов на Нюрнбергском процессе. Таких, как Таня, в блокадном Ленинграде были тысячи детей. Стенды с их фотографиями, говорит экскурсовод Андрей Краснобай, каждый раз приковывают к себе особое внимание школьников. Впрочем, здесь, в Музее боевой славы, школу номер 31, много интересного. А главное, подлинного. Например, персональные медальоны. Такие выдавали солдатам, чтобы в случае их гибели опознать тело и передать родственникам. Те, в свою очередь, получали определенные льготы за потерю бойца. Солдаты не любили эти медальоны, считали плохой предметой и, как правило, их не заполняли. Уже позже, году 43-му, брали гильзы, как правило, от трех линейки, туда записочки вкладывали и носили в карманах. Большинство экспонатов на полках – личные находки Андрея Краснобая. Изучением истории Великой Отечественной войны он занялся еще будучи мальчишкой. Сейчас ездит на раскопки официально с представителями патриотической организации. Здесь представлены, я вам показывал вещи, они все настоящие, реальные. Или раскопанные, или награды с документами, подаренные родственниками ветеранов. Вот передавали нам письма, похоронки, которые хранили в семьях. Вот они передавали, чтобы увидели и представляли, как это все выглядело на самом деле. Помимо личных вещей и документов, в музее представлены предметы из полей боя. Все это привезли из-под Оржева. Вот здесь немецкие, здесь вот наши отечественные. Все оттуда, все настоящее. Можете посмотреть. Единственные, конечно, листовочки – вот это копии из настоящих, потому что это, естественно, в основном с Киева, чтобы вы себе представляли, кто с нами воевал и как они себя вели. А вот настоящее обмундирование советского солдата и китель ветерана. Этот китель нам тоже передали родственники, ну, немножко мы его разбавили наградами своими. Вот, а так, это настоящий китель, настоящего полковника, который воевал в Великую Отечественную войну. О каждом экспонате в школьном музее его главный основатель Андрей Краснобай заботится и каждый бережет. Говорит, сразу замечает, когда что-то лежит не так, как положил он. Музей еще совсем молодой, его открыли в 2018-м. Но, несмотря на это, здесь уже сотни вещей с Великой войны. Коллекция их постоянно пополняется. Все это для учеников, чтобы те своими глазами видели, с чем пришлось столкнуться их предкам. Мне вообще, в общем, нравится музей. Вот эти все экспонаты, это живая история, все это настоящее. Поэтому идея создать здесь музей очень хорошая, потому что можно подойти сюда, посмотреть. Кроме того, музей помогает ребятам и в учебе. Когда мы проходим по истории тему Великой Отечественной войны, мы посещаем этот музей, чтобы подробнее разобраться, прочувствовать, какие события происходили на этой войне. Чтобы эта тема все-таки запомнилась нам на всю жизнь. Экскурсии здесь проводят регулярно, чтобы не забывали. К тому же, каждый раз у школьников появляются новые вопросы. В преддверии Дня защитника Отечества в музей войны 31-й школы пригласили члена общественного совета «Химки. Интересно жить» Дмитрия Седова. Он здесь не случайно. Дмитрий – председатель молодежной организации «Мы – будущее страны». Организация занимается патриотическим воспитанием. Мы занимаемся и волонтерской деятельностью. Мы участвовали в награждении, в доставке наград для ветеранов. К 75-летию наши детки принимали участие. Конечно, это очень важно, чтобы наша молодежь не разрывалась, это нить поколений, чтобы они помнили и передавали эту память своим детям, своим внукам. Большинство школьников музей любят. С трепетом рассматривают каждый его экспонат. Ходят сюда не только по праздникам, однако в преддверии важных дат, говорят, еще больше проникаются событиями минувших военных лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова